Бисмиллях. Ассаляму алейкум и рахматуллах и баракатуллах. Дорогие братья и сестры, сегодня хотелось бы поговорить немного о том, что сейчас происходит по всему миру и какие волнения, какие проблемы, какие всякие вещи происходят удивительные во всем мире тем более, во всем мире, во всем мире. И хотелось бы сказать, как сказал об этом Расуль Аллаху алейкум, знай то, что Ан-Наср, победа придет с терпением и то, что Аль-Фарадж, выход из трудной ситуации будет на Аль-Карбе. То есть после грусти, после печали, она все равно придет, придет, придет победа, придет победа от Аллаха. То есть сейчас что вокруг происходит, вся вот эта пандемия, всякие катаклизмы и прочие, прочие какие-то проблемы, проблемы с работой, проблемы с этим, проблемы с этим. Нужно здесь просто сабр делать, здесь нужно просто проявлять сабр, терпение, делать дуа, обращаться к Аллаху субханава та'аля. И как в этом же хадисе сказано, что храни Аллаха и он будет тебя хранить. Так же храни Аллаха и ты его найдешь перед собой. Значит, если даже вся умма соберется для того, чтобы тебе в чем-то навредить, они не смогут тебе ни в чем не навредить, кроме того, что предписал тебе Аллах. И если они все соберутся, все люди со всего мира соберутся для того, чтобы в чем-то тебе помочь, они не смогут тебе помочь, кроме тем, что тебе Аллах субханава та'аля предписал. Здесь иман бель-кадр, вера в предопределение, вера в предопределение с его добром и злом. Все Аллах записал, и уже подняты чернила, перья, и высохли уже чернила, и высохли уже эти листки, на котором было все написано. Все наше было предопределение записано, все было записано для нас. Кто, что, где, как произойдет, что произойдет, что с кем случится, это все уже предопределено Аллахом Субханава Тааля. Потому что давно-давно, за 50 тысяч лет до создания небес и земли, это было все предопределено. Поэтому здесь наша задача только сабр делать. В конце этого хадиса сказано, знай, Аннам Наср, Мааль Сабр, то есть победа придет с терпением, и Анналь Фараджа, Мааль Карби, с грустью, с печалью, все равно придет потом Фарадж, выход, наступит победа, наступит выход из труднейших ситуаций. И то, что с трудностью два облегчения будет. Два облегчения будет. Запомните, даже Расуль Аллах, салли Аллаху алейхи вассаляма, вышел к своим сахабам и радовался, и смеялся, улыбался и говорил, То есть не победит трудность, два облегчения, не сможет победить. Потому что там на одну трудность, в Коране мы же читаем, мы в Коране читаем, что с трудностью, там с алиф лямом пришел, аль уср пришел с алиф лямом. Это означает, что имеется в виду одна проблема. Об одной и той же проблеме Аллах, субханалу алейхи вассаляма, два раза сказал в аятах. Фа инна ма аль усри юсра. Инна ма аль усри юсра. Смотрите, аль уср здесь в двух аятах с алиф лямом приходит. Это означает, что одна и та же проблема, одна и та же трудность. Но потом он говорит юсра. Юсра там не поставил алиф лям. И в первом аяте и во втором аяте нету алиф ляма. Это означает, что два слова в неопределенном состоянии, и они повторяются, это означает, что здесь два вида победы. Две победы. Два облегчения. Понятно, да? И поэтому Расуль Аллах, салли Аллаху алейхи вассалям, сказал, что не победит. Одна проблема, две победы, два облегчения. Не сможет победить она. Поэтому, дорогие братья, баракалуфикум, хотелось бы вот это напоминание для всех, ученых, чтобы мы взяли его, чтобы этот хадис мы еще раз много-много раз перечитали, шархи посмотрели, ученых, что такое хранить Аллаха, это выполнять его приказы, страницы его запретов, и поминать Аллаху субханалу альфирраха, даров или Аллахи субханалу альфирраха, позная Аллаху субханалу альфирраха в то время, когда у тебя все хорошо, когда ты вроде бы ни в чем не нуждаешься, когда вроде бы у тебя никаких проблем нету, всегда уж Аллаха нужно поминать, тогда он познает тебя в трудные моменты. И альф кафишидда. И альф кафишидда. Он тебя познает в трудности. А мы обычно к Аллаху начинаем взывать, когда у нас трудности. А на самом-то деле мы должны вот так взывать к Аллаху, когда мы в рахат. То есть раха, когда у нас проблем нету, хорошо все, никто не болеет, работа идет, деньги идут, все есть. Вот в это время мы должны к Аллаху взывать. Так как мы взываем к Нему во время проблем. Я Аллах, я Аллах, я Аллах. Вот так мы должны взывать к Аллаху фирраха. Тогда Аллах тебя защитит от проблем. Тогда Аллах тебе даст выход из труднейших ситуаций. Тогда Аллах тебе даст победу и даст собор укрепить тебя. На истине. Барак Аллаху фикум. Ва чазакуму Аллаху хайран. Хайра الجаза. Субханакаллахуму бихамдик. Ашкаду Аллаху ла хилян. Астаферика. Атубу илейки.